Семья Сверидовых с тремя детьми живет на 23 этаже. Для трехлетнего Савелия в доме нет никаких преград. На всех окнах стоят замки, которые их блокируют. Стоит такая защита копейки от 100 рублей на специализированных сайтах. И только она и ваша бдительность могут уберечь ребенка от падения. Стандартные окна. Все дети, взрослые знают, что ребенок дома нельзя открывать на полное окно. Но все равно ребятенок лазит везде. И работали у нас как-то сотрудники управляющей компании, делали трубы. И по незнанию, ну хотя в принципе я предупредила заранее, что окна открывать нельзя. Но забыли ребята, окно открыли. А малой тут как тут, сразу же на стол. И возле окна он быстренько у нас оказывается. Поскольку я не слежу естественно за работниками, я не видела сразу, что окно открыто. Я просто захожу, открыто окно, нет ребенка. Испугалась жутко. Стала его искать по всей квартире, а он спрятался за шторкой. Лето – сезон падений из окон. Сильная жара заставляет родителей быть беспечными. Окна на распашку. Москитная сетка – жалкая преграда. Она не выдержит веса самого маленького ребенка. Специалисты еще раз призывают – будьте внимательны к своим детям. Не оставлять детей без присмотра, даже на минимальный срок. Если ребенок 5-6-7 лет боится оставаться один дома, ни в коем случае его не оставлять одного, потому что ребенок, боясь, опасаясь, он может выглядывать в окно либо с балкона. Соответственно, может случиться несчастье, ребенок может выпасть. Лето – также сезон побегов из дома. Только в прошлом году во Владивостоке сотрудники транспортной полиции задержали шестерых подростков, которые приехали в город у моря за романтикой и на поиски приключений. География побегов широка – от Москвы до Южно-Сахалинска. Летят самолетами, добираются автостопом, ночуют в подъездах, голодают, но бегут. Причин на самом деле очень много. Это и тяга к неизвестному, к познанию чего-то нового. Это и может быть побег от какой-то проблемы, может быть от родительской ссоры, даже получив плохую оценку в школе и боязнь какого-то наказания, получения домашнего, дети уходят из дома, а потом боятся вернуться, потому что могут их опять наказать. В реабилитационном центре «Парус надежды» историю каждого ребенка можно слушать со слезами на глазах. Часто они здесь не поодиночке, целыми семьями с братьями и сестрами, ждут, когда исправятся, улучшат квартирный вопрос или перестанут пить родители. Каждый нуждается в особом подходе и внимании специалистов. У каждого за плечами жизненный опыт, которому мало позавидуешь. Неполные семьи, пьющие родители, побои и побеги. У меня папа умер, и мой дедушка умер, а у меня мама есть и бабушка. А ты пойдешь в первый класс в этом году? Да, просто я, это, маме математики, у меня двойки. У тебя по математике двойки? Да. А почему? Потому что я не высыпаюсь. Ты не высыпаешься? Да. А почему ты не высыпаешься? Потому что музыки я всегда смотрю. Тот факт, что большинство детей здесь фактически брошены, родители не занимались их воспитанием, отразился и на физическом, и на психическом развитии ребят. Эти проблемы приходится корректировать специалистам. С психологической запущенностью работают психолог, логопед, дефектолог. Что можно сказать по речевому развитию? Конечно, не у всех, скажем так, сформирована речь до конца, как бы хотелось. Вот поэтому сейчас мы работаем с ними по программе на пороге к школе. Низкий словарный запас слов, не сформированы коммуникативные навыки, дети не умеют строить диалог, не могут пересказать элементарный стишок, чистоговорку повторить. Опасности на железной дороге подстерегают детей постоянно. Одноколетние каникулы – особенно опасный период. В прошлом году, 10 июня, трагедия на путях унесла жизнь четверых детей. Пятеро ребят гуляли по переезду в районе поселка Новый. Четверых раздавило грузовым поездом. Пятый подросток, девочка, чудом осталась жива. Оказалось, дети не услышали приближающийся сзади поезд, так как в этот момент мимо шел другой состав, шум от которого заглушил предупредительные сигналы машиниста. На самом деле летняя пора, она как бы подразумевает, что все граждане проводят больше времени на свежем воздухе, в том числе несовершеннолетние, молодые люди, взрослые. Их, соответственно, куда-то надо свою энергию девать. И всегда тянется, люди тянутся всегда к тому, что запрещено. Это, как правило, железная дорога. О родительском долге некоторые разведенные родители не вспоминают годами и не платят алименты. Между тем, такие невыплаты могут стать причиной лишения родительских прав. В 2017 году более тысячи нерадивых родителей перестали быть ими по решению суда. Цифра стабильная. За последние несколько лет она не растет. Но, как отмечают специалисты, нет и тенденции к снижению. Совсем скоро состоится открытие купального сезона. Специалисты призывают родителей быть бдительными во время отдыха с детьми, не распивать на пляже спиртные напитки и соблюдать элементарные правила безопасности на воде. Счастливое детство всегда в руках заботливых и внимательных мам и пап. И как бы банально это ни звучало, забывать о возможной опасности никогда не стоит. Светлана Садовая. Новости на Восьмом.